На канале РТВ и Международные новости, меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте. Владимир Путин не будет общаться с Бараком Обамой до инаугурации Дональда Трампа. Завтра в Вашингтоне пройдет церемония вступления в должность 45-го президента США. Несмотря на то, что до сложения с Обамой полномочий остаются считанные часы, американская администрация продолжает делать громкие заявления на внешнеполитические темы, главным образом о России. В Кремле на высказаниях уходящего президента и его соратников пытаются не заострять внимание и ведут обратный отчет. Моя коллега Нина Шамуге о заключительных репликах, которыми заочно обменялись Кремль и команда Обамы. Прощайте, господин Обама. Впервые пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя в последний раз заявление уходящего главы Белого дома, не использовал обращение президент. Дмитрий Песков не смог оставить без внимания слова, произнесенные Бараком Обамой в отношении России на последней пресс-конференции в ранге американского лидера. Констатация того, что в период президентства господина Обамы наши отношения претерпели серьезные ухудшения, да, действительно имеют место и на всех уровнях. На протяжении многих лет, скажем так, последнего десятилетия США неоднократно допускали достаточно недружественные действия в отношении нашей страны. Будь то действия в русле попытки изменить баланс стратегической безопасности, я имею в виду и систему ПРО и так далее. Это и агрессивное поведение спецслужб в отношении России, это и финансирование в нарушении действующего законодательства различных НПО, которые занимались политической деятельностью в России и так далее. Поэтому президент Путин и российская сторона имеют достаточно оснований, чтобы говорить, что, к сожалению, мы не всегда встречали взаимность, когда говорили о нашем желании выстраивать добрые отношения с Америкой. С прощальным напутствием команде Обамы обратились и на Смоленской площади. Представитель МИДа Мария Захарова не применила отметить заслуги 44-го президента в умершлении российско-американских отношений. Уходящая демократическая команда сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен Холодной войны. Причем до своего последнего дня она продолжала, я бы сказала, продолжая даже еще в последние часы, мы это ввеземся и наблюдаем, наносить удары по их фундаменту. Упрек дипломата касался последних высказываний Барака Обамы. Подводя итоги двух своих президентских сроков, глава Белого дома в качестве Хромой Утки отметил. «Я старался работать с президентом и правительством России, помогая им диверсифицировать экономику, улучшить экономику, использовать потрясающие таланты, которыми богата Россия, более конструктивным путем. Однако после повторного избрания Владимира Путина президентом России в стране была отмечена эскалация антиамериканских настроений. В результате вернулся дух соперничества, который, я думаю, существовал во время Холодной войны, что усложнило двусторонние отношения». В темных тонах впечатлениями о России поделился на экономическом форуме в Давосе и вице-президент США. Правда, Джо Байден был куда жестче и категоричнее Обамы. Второе лицо американской администрации назвало Москву главной угрозой мировому порядку. В частности, по мнению Байдена, Россия пытается разрушить Европейский Союз и вернуться к политике сфер влияния. Без одного дня бывшая администрация США обвиняет Москву в стремлении силы навязать свои интересы маленьким слабым государствам. В Кремле спичи вице-президента раскритиковали, заверив американцев в том, что Россия никогда не занималась интервенцией. Впрочем, чтобы там не думала команда Обамы о российской политике, команда Путина, по словам Пескова, всегда проявляла к ней уважение. Нина Шамуге, RTVI НАТО отбивается от иностранных хакеров. Число кибератак на системы Североатлантического альянса в 2016 году выросло на 60%, заявил генсек блока Йенс Столтберг. В интервью немецкой газете Die Welt он не стал называть конкретные страны, откуда атакуются компьютерные системы, но дал понять, большинство вторжений осуществлялось не частными лицами, а связанными с иностранными государствами учреждениями. Ранее немецкие СМИ сообщали, что спецслужбы Германии считают причастной к серии хакерских атак Россию. О том, что Москва причастна к киберпреступлениям, заявляет и президент соседней Украины Петр Порошенко. Это глобальная кибервойна России против всего мира. Есть много доказательств, и мир должен быть единым, чтобы бороться с этой глобальной угрозой. Кибератаки являются таким же элементом российской гибридной войны, как и пропаганда, независимо от того, против кого они направлены, Германии или Соединенных Штатов. Россия зовет США на сирийские переговоры. Глава МИД Сергей Лавров сегодня сообщил, Москва пригласила Вашингтон к участию в дискуссиях в Астане. Международная встреча в столице Казахстана по урегулированию многолетнего конфликта запланирована на 23 января. Ее инициаторы Россия и Турция. А среди участников Иран, который выступает против присутствия на конференции американских делегатов. Тем не менее, сегодня посольство Соединенных Штатов в Москве получило приглашение и направило его в Вашингтон. Ранее источники в окружении избранного президента США Дональда Трампа заявляли, что Белый дом рассмотрит приглашение на переговоры по Сирии в Астане, если оно поступит официально. При этом уточнялось, что прежде новая администрация США хочет сформировать ясное видение разрешения сирийского кризиса. Михаил Горбачев получил повестку в Литовский суд в качестве свидетеля. Первый и последний президент Советского Союза проходит по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Тогда советские десантники взяли штурмом здание телебашни, у которого проходил массовый митинг сторонников независимости Литвы. В ходе столкновений погибли 14 человек. После трагедии Горбачев заявил, что ничего не знал о событиях в Вильнюсе. Теперь от него ждут дачи показаний в суде. Михаил Сергеевич может ответить на вопросы в формате видеоконференции. Повестка была отправлена экс-президенту СССР почтой на адрес фонда Горбачева. Что ж, на этом у меня все. Следите за развитием событий на РТВ и у моих коллег. А я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова